Субтитры создавал DimaTorzok Captured Light Industries и Lord of the Wind Films представляет Из Ньюс Рилл представляет захватывающие новости Конец расколу? Духовное начало и наука снова вместе? Церковь и наука говорят об одном и том же Из туманной глубины веков поиск божественного и поиск знания о Вселенной шли рука об руку У древних шумеров был бог астрономии, бог садоводства, бог ирригации И жрецы были их песцами и мастерами исследующими области знаний богов Древняя Греция Философы упрошали, почему мы здесь? Развивали теорию атома, движение небесных тел и этику человека Средневековая Европа, западная церковь обладала высшей властью Создавала королей, владела землями и поставляла правду Церковь взяла на себя роль последней инстанции Церковная догма стала законом Но наука тоже не стояла на месте и оспорила догму о том, что Земля — центр Вселенной Коперник, Бруно и Галилей ощутили на себе тяжелую руку церкви Трагедия Не в силах более сдерживать науку, церковь разделила с ней области познаний и устремлений человека Декарт открыл двойственность Церковь занялась миром невидимого, наука — миром видимого И на свет появился материализм Неустойчивое перемирие Ученых ничто не удерживало, и они отомстили Все невидимое — фантазия, иллюзия, а мы — лишь механизмы, движущиеся в предсказуемой Вселенной Управляемые строгими и непреложными законами Церковь была оттеснена, и она подвергла осуждению бездушных ученых Ват их! Дарвин нанес ответный удар Творца не существует нигде Мы случайные мутанты, просто средство передвижения для неустанных поисков ДНК в хаотичной Вселенной Тем временем и наука, и религия бились о стену Если все — лишь механизмы, а Бог — святой творец, тогда что остается человеку? Наука еще больше углубилась в безразличную Вселенную и наткнулась на неизведанную тайну В крошечных уголках пространства и времени ученые обнаружили необъяснимую энергию и непостижимую загадку Загадку, предполагающую, что все мы связаны, и что физическая Вселенная, по сути, не является таковой Время и пространство — лишь конструкции этой нематериальности И сегодня мятежные ученые встречаются с религиозными лидерами Конференции сближают науку и религию 20-й век взломал дверь в материалистическое восприятие Сможет ли век 21-й опрокинуть железные стены между храмом и лабораторией? Это был ваш обозреватель из Ньюс Рио Конец передачи Кроличья нора и то, как далеко и глубоко вы хотите зайти Это то, насколько вы хотите узнать свою истинную природу Алиса спустилась в кроличью нору и встретила там шляпника Шляпник был сумасшедший Суть в том, что вы хотите выбраться из норы, как только туда попадаете Так и в науке есть две стадии Состояние безумия, когда вы спускаетесь в кроличью нору А потом вы противопоставляете безумию строгую, тщательную проверку Процесс, подобный надеванию смирительной рубашки Мне кажется, самая интересная вещь в науке, а точнее в физике То, что это совершенно новаторский способ попытки познакомиться с миром поближе Я считаю, метод эксперимента, который является в физике самым главным Кардинально отличается от метода откровения или медитации Или чего-то подобного Я не думаю, что на самом деле, к примеру, последователи буддизма Могли бы изменить свою веру только из-за результатов экспериментов людей с электронами Мы спрашиваем себя Почему и сегодня существует такая пропасть между церковью и наукой Или религией и наукой Полагаю, возможно, корни этого происходят из глубокого убеждения Что такие книги, как Священное Писание Или, например, книга «Бытие», имеющая дело с началом начал Фактически повествуют нам о происхождении мира Сегодня любой исследователь Библии скажет вам, что в книге «Бытие» никогда не имелось в виду происхождение мира Но многие христиане верили, что в книге «Бытие» информация наподобие новостей CNN Только речь там о начале сотворения мироздания Поэтому во все века было много людей, таких как известный архиепископ Джеймс Ашер в Ирландии Который в 1650 году подсчитал годы жизни библейских патриархов И выяснил, что мир возник в 4004 году до нашей эры 17 сентября в 9 часов утра Я думаю, у духовности должно быть научное объяснение И полагаю, его не существовало до недавнего времени По-моему, смысл имеет такие вещи, как первичное самосознание Нематериальные ценности Добро, истина Существующие на фундаментальном уровне пространства и времени И влияющие на наши поступки, если мы им открыты Это связывает нас с остальными существами во Вселенной Во всем ее объеме Так что же мы знаем? Покрытое тайной 2 Вниз по кроличьей норе Наука порождает теории, которыми мы живем И одна из ее теорий выглядит безрадостной О том, что мы некая генетическая ошибка И гены используют нас в основном, чтобы переходить в следующее поколение И что видоизменяемся мы хаотично Наука говорит, что мы вне Вселенной Что мы одни и обособлены Мы нечто вроде случайной ошибки на одинокой планете В одинокой Вселенной И это формирует наш взгляд на мир и на самих себя Теперь мы стали осознавать, что такая точка зрения Теория обособленности совершенно деструктивна Именно она создает все проблемы в мире Сейчас мы понимаем Такая парадигма неверна Мы не обособлены Мы все как одно Мы вместе и связаны с элементами на самом нижнем уровне существования И мы пытаемся понять и постичь Какие последствия все это будет иметь И что в действительности значит это для нас и нашей жизни Мы нуждаемся в новой духовной среде Необходим новый духовный способ понимания природы человека Поскольку старые пути, старые мифологии Монархия, король, бог и старый официальный научный способ деятельности Они мертвы Они должны быть похоронены Нужна новая сфера Новое видение Считаю, квантовая физика поможет сделать следующий шаг Думаю, ключевой аспект новой парадигмы По крайней мере в медицине, в моей отрасли Это то, что сознание действительно существует И оказывает влияние на материю Чтобы создать новую парадигму Нам надо выйти за пределы своих ощущений Очень может быть, что происходящее внутри вас В мозгу, в нервной системе В основе вашего наблюдения В том, как работает память и сознание Во всем, что там происходит Есть своего рода взаимоотношения наблюдателя и материи Которые фактически делают для вас вещи реальными Влияя на восприятие действительности Это не меняет действительность непосредственно Вы не повлияете на большое кресло и грузовик Или бульдозер Или на взлетающую ракету Вы не измените их Но вы можете поменять свое восприятие вещей И то, что вы о них думаете То, как вы чувствуете и ощущаете мир Бесчисленная информация Которую мозг обрабатывает каждую секунду Говорит нам о том, что мир Есть нечто большее, чем мы воспринимаем Тем не менее Каждый раз мы погружаемся в ощущения Получаемые нашими органами чувств Зрение, обоняние, вкус, осязание Именно так нас поглощает собственная реальность Мы ничего не знаем о реальности И восприятие нашей так называемой реальности Фильтруется нашими же органами чувств Мозг обрабатывает 400 миллиардов единиц информации в секунду Но мы осознаем только 2000 из них Это означает, что реальность воспринимается мозгом постоянно Тебе стоит попробовать Как я знаю о том, что делаю? Я и ваза одно целое Это могло бы помочь в твоей работе Я живу своими глазами Я имею дело с реальностью А не с призрачным, непонятным, чувственным миром Который постоянно меняется Если это реально, я хочу это видеть Глаза в каком-то смысле записывающая камера Потому что они собирают информацию и накапливают ее Но они не могут ничего осмыслить, пока детали не сложатся воедино Поэтому необходим своего рода монтажный стол Чтобы практически склеить фильмы с того, что представляет собой ваша жизнь и ваш мир Допустим, я встаю утром с кровати И внезапно решаю всерьез отнестись к заявлению Которое, несомненно, истинно Например, я не могу знать наверняка, правильно ли видят мои глаза Тогда, несмотря на то, что я знаю и даже вижу под своими ногами устойчивый пол рядом с кроватью Может оказаться, что там обрыв или нечто вроде этого Если бы я был способен присвоить такой вероятности гипотезу, которую я и создал То я бы вообще не встал с кровати Меня бы парализовало в буквальном смысле этого слова Я бы понятия не имел, как вообще сделать следующий шаг Это именно тот случай, когда мы знаем, что, в принципе, в любой момент глаза могут нас обмануть Мы все сталкивались с тем, что у людей бывают галлюцинации Но даже если нет, мы не знаем, как убедительно доказать, что наши глаза никогда не вводят нас в заблуждение Это абсолютно точно Но когда мы принимаем решение встать утром с постели Мы наделяем вероятности различными гипотезами Совместимыми с тем, как мы видим пол возле кровати Одна из гипотез — пол действительно есть, и потому я его вижу Другая гипотеза — то, что я вижу пол-галлюцинация, а там находится обрыв Вставая утром с кровати, вы подтверждаете одну из этих гипотез как наиболее предпочтительную Что ж, реальность очень частой во многом зависит от того, как человек ее воспринимает И то, что он фактически думает, и есть настоящая реальность Мозг обрабатывает 400 миллиардов единиц информации, а мы осознаем только 2000 из них Это значит, что мозг постоянно воспринимает реальность и получает сведения, которые мы не интегрируем Но если мы получим знания и информацию, выходящие за рамки условностей Где, скажем, объединены квантовая физика и нейрофизиология И дали мозгу команду осмысливать и исследовать все наши возможности и способности Соединяя наши знания с нашим опытом И повторять это снова и снова То мозг начнет связывать две независимые нейронные сети И возникнет новое видение Это новое видение будет подобно лучу света Осветившему то, что находится за пределами 2000 единиц информации Имеющей отношение к нашему телу, к нашей среде и ко времени Немного в темноту, и мы видим нечто новое Это и называется осознаванием Все нормально? Я слышала, как ты кричала Сон приснился? Ты была индианкой? Наблюдала, как корабли Колумба материализовались в воздухе Ничего себе И тот шаман тыкал в тебя Круто! Может, это из твоей прошлой жизни? Или параллельная реальность? Или будущее? С Луны свалилось Или, возможно, тот сон пытался сказать себе правду Мне кажется, это зависит от того, что ты считаешь реальным Может, тебе принимать другие успокоительные таблетки? Мои таблетки в порядке, ясно? Спасибо Мне пора одеваться Надеюсь, тебе уже лучше, Аманда Боже, Аманда Нельзя быть такой идиоткой Люди спрашивают, почему квантовая механика так важна Ведь она имеет дело с микрочастицами Есть три возможных ответа С практической позиции она не имеет значения Вы все равно ходите на работу, водите машину и так далее С другой стороны, она проникла повсюду Особенно в мир электроники В супермаркете, когда ваши покупки сканируют на кассе Задействована квантовая механика Но я считаю самым важным третий ответ Который по существу связан с философией Почему философы так стремятся разрушить представление о мире? Я наконец понял Изучая квантовую механику и сравняя ее с классической Они представляют два разных способа размышления о том, как устроен мир и мы сами С классической точки зрения мы механизмы А механизмы не могут получать сознательный опыт Неважно, если механизм умирает Вы можете убить его или выбросить Это не имеет значения Если так устроен мир, то и люди ведут себя соответственно Но есть другой взгляд на мир Его дает нам квантовая механика Она предполагает, что мир не просто часовой механизм А живой организм Это сложно взаимосвязанный организм, который простирается сквозь пространство и время В такой среде то, что я думаю и то, как себя веду Гораздо больше влияет на меня и на остальный мир, чем это было бы в классическом мире Поэтому С общепринятой точки зрения, касающейся морали и этики То, что я думаю, воздействует на мир Это фактически и есть ключ к тому, почему изменение взгляда на мир столь важно Поговорим о мире внутри атома Затем о том, что он говорит нам о реальности Первое, в субатомном мире он полностью выдуман сумасшедшими физиками Пытающимися выяснить, что происходит, когда они ставят свои маленькие эксперименты Маленькие, поскольку большая энергия находится в сжатых пространстве и времени Что довольно безумно при таких условиях Чтобы во всем этом разобраться, изобрели субатомную физику Нужна была новая наука Ее назвали квантовая физика И она стала предметом целого ряда спорных гипотез Домыслов, предчувствий и догадок Относительно того, что творится на самом деле С одной стороны, наша теория, если рассматривать ее с концептуальной позиции Приводит в замешательство Но с другой, с практической позиции является наиболее удачной, чем все, что было раньше Такая ситуация порождает напряженность, которая с тех пор и является стимулом всех исследований квантовой механики Опять же, с одной стороны, у нас есть чрезвычайно парадоксальная, головоломная, концептуально запутанная теория С другой стороны, мы не можем ее отрицать или просто отбросить Поскольку это самый мощный и проверенный инструмент для предсказания поведения физических систем Из всех, что был когда-либо Вселенная очень необычна Кажется, что есть два вида законов, управляющих ею В нашем повседневном мире, грубо говоря, в наше время, с нашей шкалой размеров Явление описано законами движения Ньютона, открытыми сотни лет назад И они прекрасно работают для бильярдных шаров, пушечных ядер, гравитации Однако, когда масштабы уменьшаются, когда мы переходим на уровень атомов Там в силу уступают уже другие законы Там действуют квантовые законы, квантовая теория, квантовая механика И на том уровне Суперпозиция Частицы могут быть во многих местах одновременно Корпускулярный волновой дуализм Они могут вести себя как волны, расходящиеся по пространству и времени Сцепленность Они могут быть связаны между собой через большие расстояния Они могут быть конденсат Боза-Эйнштейна Объединены в одно квантовое состояние, управляемое одной волновой функцией И граница между квантовым миром и обычным является по-настоящему непостижимой Иногда это называется коллапсом волновой функции Потому что в квантовом мире Всё находится в суперпозиции Или наслоении И существует во множественных вероятностях В обычном же мире эти вероятности распадаются на отдельные И окончательные варианты Квантовая механика — это фактически игра и демонстрация информации Потенциальных возможностей Информационных волн Волн потенциального электрона Здесь важны слова «потенциальный» Это не мир электронов, а мир потенциальных электронов Вы должны спросить, волны чего на самом деле? Что это за волновое поле? Это просто океан? Нет Это океан Вселенной Океан чистых потенциальных возможностей Океан абстрактного потенциального существования Мы называем это единым полем или полем суперством Из этого мы состоим Всеобщая взаимосвязь — основной компонент структуры реальности Очень трудно охватить это умом Но Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики, сказал, что сцеплённость, которая является сутью этой взаимосвязи — не только свойство квантовой механики, но и всеобщее свойство Такая особенность квантовой механики делает её очень странной Казалось бы, это не вписывается в наш обычный мир и в наш обычный опыт, но на самом деле вписывается Хочешь забросить пару раз? Не будь такой Иди, поиграй Смотри, ты ему понравилась Неужели нет времени сыграть один на один? Когда ты в последний раз играла? Давай, мяч у тебя бросай Нет, нет, миледи, не оттуда Это вне игры Играть нужно на площадке Добро пожаловать на площадку бесконечных возможностей герцога Реджинальда Правила площадки Надо забить последний мяч Больно Он даже к тебе не прикоснулся Ладно И он не твёрдый Этот мяч пуст В школе нас учили, что мир состоит из вещества, материи, массы и атомов Атомы составляют молекулы, молекулы материю и всё состоит из них Но на самом деле атом практически пуст Например, если бы этот мяч был ядром атома, предположим, протоном в атоме водорода Тогда электрон, вращающийся вокруг него и обозначающий внешние границы атома Был бы примерно у той горы, в 32 километрах отсюда А всё пространство между ними пустое В действительности Вселенная практически пустая Однако, когда масштабы уменьшаются Мы приходим к уровню геометрии пространственных линий К фундаментальному уровню Вселенной В котором содержится информация и есть свой рисунок Это называется шкала Планка И это структура Вселенной На том уровне существует информация со времён большого взрыва Итак, большая часть Вселенной и даже материи фактически пуста Многие считают, что вакуум — это пустота Но для внутреннего постоянства Постоянство квантовой механики и теории относительности Требуется эквивалент 10 к 94 Энергия массы Каждый грамм — это число Е, равное МЦ в квадрате Это огромное число, но что оно означает «практически»? Практически, если я допускаю, что Вселенная плоская А астрономические данные подтверждают это Если я это принимаю, тогда, взяв объём или вакуум внутри одного атома водорода Это примерно 10 в минус 23 степени кубических сантиметров Так вот, если я беру такое количество вакуума И получаю скрытую в нём энергию То она будет в триллион раз больше, чем масса всех звёзд и всех планет На расстоянии в 20 миллиардов световых лет Это много Очень много И если сознание позволит вам управлять даже маленькой долей этой энергии То произвести большой взрыв не составит проблему Организации, как НАСА и British Airspace Пытаются подключиться к этому невообразимому морю энергии Им кажется, что, подключившись, мы сможем путешествовать к другим галактикам Они понимают, что в пустом пространстве невероятное количество энергии Основная, фундаментальная идея квантовой физики, заставляющая нас думать о новой парадигме Подразумевает, что есть некий нижний слой Какая-то область существования, которую невозможно пощупать или увидеть И которая выплёскивается в нашу реальность Увеличивая возможность понимания этого мира Чем упорнее физика пыталась спастить физическую реальность Понять, из чего она действительно состоит Какие структурные элементы лежат в основе всего сущего Тем быстрее Вселенная ускользала сквозь пальцы И вы всё больше придумываете нечто абстрактное Пока не попадёте в область чистой абстракции Например, туда, где единое поле Чистый абстрактный потенциал Чисто абстрактное существование Чисто абстрактное самосознание Которое возрастает до колебания волн Чтобы дать начало частицам и людям Всему, что мы видим в необъятной Вселенной То, из чего состоят вещи, не является вещественным Вещи состоят из идей, концепций, из информации Как я сказал, он никогда ни к чему не прикасается Ещё один странный факт То, что предметы по-настоящему не касаются друг друга Когда я ударяю мечом, его атомы и атомы Земли никогда не соприкасаются Так что никто ни до чего не дотрагивается Давай, положи свои вещи Никто их не возьмёт Я же сказал, это моя площадка Всё нормально Давно не играла? Я опоздаю Впервые физики задумались о том, что время не то, чем кажется В теории относительности Тогда заподозрили, что время не абсолютное Что оно не самовластный правитель Вселенной Что всемогущий Бог не говорил Одна секунда, одна секунда, одна секунда, один метр, один метр, один метр Вы находитесь в гравитационном поле Ваша голова движется немного быстрее, чем ноги Второй закон термодинамики гласит, что всё движется вперёд И это даёт временную ошибку Но в квантовом мире, в микромире этот закон не работает Объекты движутся назад во времени Или они вечны У основных уравнений физики есть свойства, называемые симметрией относительно обращения времени Это значит, что набор законов имеет следующую особенность Для любого процесса, совместимого с этими законами Тот же самый процесс, идущий в обратном направлении, точно так же подчиняется этим законам Это должно означать, что молоко выплёскивается из кофе так же часто, как и смешивается с ним Что люди могут молодеть так же часто, как и стареть Что нам доступны знания из будущего в той же вере, что и из прошлого Что, действуя сейчас, мы способны влиять на прошлое настолько же, насколько мы можем влиять на будущее Всё это неверно и вступает в мощный конфликт с нашим способом, которым мы набираем психологический опыт Одна из наиболее неприятных идей, даже несмотря на то, что квантовая физика возникла давно Это понятие о том, что будущее может являться причиной настоящего Мы верим, что прошлое причинно обуславливает настоящее Я держу мяч, роняя его, он падает Причина приводит к эффекту, когда он ударяется о Землю Но может ли Земля быть первопричиной падения меча? Бессознательно кажется, что мы движемся вперёд во времени В квантовой теории во времени есть и движение назад Процессы в мозгу, связанные с осознаванием, проецируют события обратного времени Например, в конце 70-х нейрофизиолог в Сан-Франциско Бенджамин Либбит провёл известные эксперименты Либбит изучал пациентов, которых во время операции был открыт мозг, в то время как они бодрствовали Им дали местное обезболивающее, чтобы блокировать чувствительность области скальпа и черепа И получить доступ к мозгу Они были в сознании, с ними можно было разговаривать К примеру, он стимулировал их мизинец, смотрел на ту зону коры мозга, которая с этим связана И записывал данные в виде электрических импульсов Он просил пациента сказать, чувствует ли тот стимуляцию мизинца Кроме того, он стимулировал ту же самую область коры Можно подумать, что при стимуляции мизинца требуется какое-то время, чтобы импульс дошёл до коры головного мозга Так что пациент сообщил бы об этом на долю секунды позже касания А когда вы стимулируете непосредственно мозг, то пациент получает об этом сигнал сразу Обнаружилось совершенно противоположное При стимуляции мизинца пациент чувствовал это немедленно А когда стимулировали непосредственно кору мозга, была задержка После обработки данных и многократных повторений, Либит пришёл к выводу, что мозг каким-то образом проецирует информацию обратно во время Для поступления сигнала в кору мозга требуется время, но мозг посылает его назад во времени Поэтому стимулирование чувствуется как происходящее именно в этот момент Были исследования, которые показали, что когда люди начинают двигать рукой или что-то говорить То активизируются определённые нервные клетки мозга Даже до того, как человек осознавал своё намерение Часто делаешь что-то секунды позже, а решаешь, что делать, но уже поздно Я опоздаю Ты всегда можешь вернуться назад во времени В чём дело? Помни, он пустой Откуда ты знаешь всю эту чепуху? Я читаю комиксы доктора Квантума Все думают, что это для детей, но там всё по-настоящему Так я творю чудеса на площадке Всё, чему вас учили в школе, не так, как происходит на самом деле Наши чувства часто играют с нами шутки Просто спросите себя, что это за реальность, в которой мы находимся? Современные физики говорят, что всё это лишь информационные волны Верю ли я? Надеюсь, что да Дьявол Вот так я и творю чудеса на корте Я всегда первым выбираю чудо мальчика Доктор Квантум говорит, у всех это есть, все это делают Причём постоянно, каждый раз, когда мы смотрим Ну вот и я Дедушка всего необъяснимого в квантовой науке Знаменитый эксперимент с двумя щелями Чтобы понять эксперимент, нам сначала нужно увидеть, как ведут себя частицы или мельчайшие шарики материи Если мы хаотично будем выстреливать маленькими предметами, скажем, мраморными шариками, в экран То увидим следы там, где они прошли через щель и ударились в него Теперь, добавив вторую щель, мы ожидаем увидеть второй, такой же след справа А сейчас давайте посмотрим на волны Они прошли сквозь щель и расходятся, ударяясь об экран с наибольшей силой там, где они просачивались через щель Яркая линия посреди экрана показывает эту силу Она похожа на след, оставленный шариками Но Когда мы добавляем вторую щель То происходит нечто совсем другое Если вершина одной волны сталкивается с основанием другой То волны гасят друг друга И на экране появляется интерференционный узор Точка, в которой пересекаются вершины волн, дающие наивысшую интенсивность, это яркие линии А там, где они гасят друг друга, ничего нет Таким образом, когда мы пропускаем объект, то есть материю, через две щели, мы получаем следующее Два следа от ударов А с волнами мы видим интерференционный узор от множества ударов Пока все ясно А теперь посмотрим на кванты Электрон — мельчайшая частица материи Как маленький шарик Пропустим поток электронов через одну щель Поток ведет себя, как и шарики Одна линия Итак, пропустив микрочастицы через две щели Мы должны получить, как и в случае с шариками, две линии Что? Интерференционный узор? Мы выпустили электроны Маленькие частицы материи Но получили рисунок, как с волнами, а не с мраморными шариками Как? Как частицы материи создают интерференционный узор, словно волны? Что-то не сходится Но Физики умные Они подумали Возможно, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой узор И они решили выпускать электроны по одному Чтобы исключить вероятность их взаимодействия друг с другом Но через час появился знакомый интерференционный узор Вывод очевиден Один электрон вылетает, как частица Приобретает свойства волны Проходит сквозь обе щели И сталкивается сам с собой, ударяя в экран, как частица Но математически это явление еще более странно Электрон проходит через обе щели и не проходит ни через одну Он проходит через одну щель и проходит через другую Все эти возможности наслаиваются друг на друга Но физики были совершенно озадачены И они решили пронаблюдать и посмотреть Через какую щель электроны проходят на самом деле Они установили измеряющий прибор возле одной щели Чтобы увидеть, через какую пройдет электрон И выпустили его Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли представить Во время наблюдения электрон стал вести себя, как маленький шарик Что произвело узор из двух полос, а не интерференционный, как из множества Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон Выявил, что он проходит только через одну, а не через две щели Электрон решил повести себя совершенно иначе Как будто знал, что за ним наблюдают С того момента физики вступили в невероятный, странный мир квантовых событий Что есть материя? Частицы или волны? И волны чего? И при чем здесь наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию Просто самим фактом своего наблюдения Мы постоянно наблюдаем Но иногда мы так отождествляемся с тем, что происходит Что теряем позицию наблюдателя Поэтому данные предметы полностью утрачивают свое значение без наблюдателя Данные физиков говорят нам о том, что объект сам по себе Фактически упрощение того, что мы в нем видим Очевидно одно Когда мы смотрим на атомные и субатомные частицы Или атомную и субатомную материю в любой форме Мы обнаруживаем То, как мы на это смотрим И то, что выбираем для рассмотрения Меняет свойства наблюдаемого объекта Это ли наблюдатель? И почему так сложен? Для понимания Странный и запутанный мир квантовых частиц И их реакция Это ли и есть наблюдатель? И даже если так Квантового поля не было бы без наблюдений ученых Которые отправились туда Которые раскрывали его слой за слоем Они все наблюдатели Но ни у кого из них нет полного согласия По всем пунктам в этой области Потому что они рассматривают квантовое поле С позиции математики С различных углов зрения Мы не знаем, как в квантовой механике Перейти на позиции наблюдателей мира Как воспринимать себя наблюдателем В качестве еще одной части физической системы Описываемой нами Единственный способ заниматься квантовой механикой В традиционном смысле Это удерживать наблюдателя вне системы Которую вы описываете В момент, когда наблюдателем внутри Происходят парадоксы И мы вынуждены говорить вещи вроде Книга ведет себя так Из-за квантовой механики И я вижу это, потому что я там И лучше не пытаться анализировать Вторую часть предложения В терминах квантовой механики Иначе все рухнет Поэтому существует Два разных закона эволюции Физических систем Один применяется, когда вы не смотрите Другой, когда смотрите Это же безумие Вряд ли мы когда-нибудь Математически опишем Или выведем математическую формулу процесса Где сознательный наблюдатель Приходит к ответу Люди говорят Измерительные приборы, записи Все на пленке, зафиксировано Но вы забыли часть уравнения Кто-то должен смотреть запись И пока ее не просмотрят Считайте, ничего нет Когда мы не смотрим Есть волны возможностей Когда смотрим Частицы опыта Частицы, которые мы считаем Твердым предметом На самом деле существуют В так называемой суперпозиции Она распространяется Волнами в доступные зоны И частицы находятся Сразу в нескольких местах В момент, когда вы это проверяете Частицы лишь в одном из мест Очень легко создать ситуацию Где уравнения движений Предскажут Что волновая функция мяча Или его пси Будет равномерно распределена По всей баскетбольной площадке Мы не имеем ни малейшего представления Как это может выглядеть Согласно закону квантовой механики Предполагается, что при таком положении Сам вопрос Где находится баскетбольный мяч Теряет смысл Закон квантовой механики Гласит, что вопрос Где находится мяч Чья пси равномерно распределена По всей площадке Это логический эквивалент Выяснение семейного положения Цифры 5 Так? Не то, чтобы вы не знали ответ То есть не в курсе Состоит в браке цифра 5 Или нет Сам вопрос является совершенно неуместным В первую очередь У цифры 5 не может быть Семейного положения Здесь не о чем спрашивать Также и мяч Волновая функция которого Распределена по баскетбольной площадке Не имеет такого положения О котором разумно было бы спросить Теперь Трудность измерения в том, что Хотя уравнение Шредингера Делает прогнозы с учетом Определенных обстоятельств И мы знаем, как их воспроизвести В лаборатории Мяч должен прийти в некое состояние Состояние, когда Не имеет никакого смысла Даже такой вопрос, как Где мяч? И все же Когда мы смотрим на площадку В подобной ситуации Мы неизменно видим Наш баскетбольный мяч Здесь Или там Или где-то еще Тот факт, что мы видим Мяч в определенном месте Это описывается в научной фантастике Когда мы не можем даже вообразить Как он выглядит И когда нет смысла спрашивать Где он находится Так вот, факт, что мы всегда видим его в определенном месте Явное нарушение уравнений движения Именно тут начинается проблема Измерения Наблюдаете, что-то происходит Нет, ничего и не происходит Супергерои используют суперпозицию Мир из потенциальных линий реальности До тех пор, пока мы не выберем Герои выбирают, что хотят Быть во многих местах Испытать несколько возможностей И остановиться на одной Вопрос в том Как глубоко вы хотите залезть в кроличью нору? Ваш мозг создает множество возможностей в подсознании Суперпозиции возможностей заложены в нем Вы можете быть о них осведомлены Они существуют в суперпозиции многочисленных вероятностей Которые спустя какое-то время становятся одной Проектировать и планировать будущее Или создавать мысль до ее появления Отличный бросок Но прапрадедушкой всего необъяснимого в квантовой науке Является сцепленность Если симметрия относительно обращения времени Разрушает представление о времени То сцепленность разрушает наше знание о пространстве Два объекта, два электрона, созданные вместе, сцеплены Отправим один из них на другой конец Вселенной Теперь сделаем что-нибудь с первым И другой электрон немедленно откликнется Мгновенно Итак, либо крайне быстро путешествует информация Либо Электроны действительно связаны Они сцеплены И так как Все было сцеплено в момент большого взрыва То это значит Что до сих пор все соединено Пространство Это просто конструкция Дающая нам иллюзию, что объекты обособлены Мы уже достаточно глубоко в кроличьей норе Во многих лабораториях США Вы сможете наблюдать объекты Достаточно большие Чтобы видеть их невооруженным глазом Которые способны находиться в двух местах единовременно Вы даже можете их сфотографировать Если вы покажете кому-то снимок То, полагаю, вам скажут Здорово, тут разноцветная клякса Здесь вот вижу одну И вот другую У тебя фотография с двумя пятнами Подумаешь Суперпозиция существует до ее обнаружения Здесь, в нашем фильме Я говорю После обнаружения При обычных обстоятельствах Единичный объект Когда его обнаруживают Находится только в одном месте Тем не менее У материи есть такие состояния Которые стало возможно воссоздать сегодня И при которых объекты Могут пребывать во множестве мест одновременно Не только в двух, но и в трех тысячах мест Такие состояния объектов Изначально назвали Конденсатами Боза-Эйнштейна Они представляют собой Единичные волновые функции Что означает Единичные частицы Но, несмотря на то, что они единичны Волновые функции Многопозиционны Вы смотрите в камеру Вы их видите Я вижу два объекта Нет Нет, это не два предмета Это один и тот же предмет в двух местах Хитрость в том, что это по-прежнему Одиночная волновая функция Не три тысячи Отдельных волновых функций Это одна волновая функция Одна частица Не уверен в том, что у людей упадет челюсть Поскольку не думаю, что они действительно в это поверят То есть не то, чтобы они сказали Вы обманываете или Ученые запутались Я считаю, все так непостижимо Что вы даже не можете осознать Насколько это удивительно Одна частица В трех тысячах различных мест Если взвесить одну из них Вес составит одну трехтысячную Невозможно взвесить одну из них Почему? Потому что это одна частица Просто одна неделимая частица Но если они находятся в разных местах Разве нельзя положить весы под одну из них? Нет, ее нельзя разделить Это каверзная концептуальная часть Там не три тысячи отдельных частиц Хотя и выглядит так Верно Можно посмотреть на нее Хотя вы не увидите ту, которая делится на три тысячи Но вы можете взглянуть на простую частицу У которых две, три или четыре В интернете вы найдете фотографии маленьких точек Перемещающихся в пространстве Это разные части одного объекта Они неразделимы Это не четыре и не шесть разных объектов Там одна волновая функция Один объект Это просто взрыв мозга Потому что когда вы об этом думаете Вы говорите Но нет, вот они здесь Очевидно же, первая, вторая, третья Нет, вы не можете оттащить одно от друга Если попытаться сделать это То все просто исчезнет Вы же смотрели Стартрек Телепортируй меня, Скотти Похоже, вы знаете, что это значит на самом деле Но нужно остановиться и вдуматься Это один и тот же объект И он находится в двух местах сразу А люди возятся в лаборатории И злятся на что-нибудь Идут на ланч, потом домой Живут, будто не происходит ничего удивительного Разумеется, потому что так повелось И в то же время прямо у вас перед глазами Находится поразительное волшебство Где тебя носит? У меня полная студия людей Но, Господи, фотографа нет Но где же она может быть? Похитили инопланетяне? Лох Неска-чудовище или свидание? Мы взяли две простые черные коробки На подобии этих Внутри простая электросхема С несколькими диодами Генератором, памятью Резисторами и конденсаторами Вот, собственно, и все Обернули одну из них в алюминиевую фольгу И поставили в заземленную клетку Фарадея Другую установили на столе Перед четырьмя очень высоко квалифицированными людьми Занимающимися медитацией И они вошли в глубокое медитативное состояние Очистили атмосферу Сделали это место священным Используя процедуры очищения ума И своих стремлений Затем один из четырех Высказал особое намерение для этого устройства Чтобы повлиять на определенный показатель эксперимента Им было увеличение Или уменьшение Кислотности воды На одну единицу Мы использовали устройство во всех экспериментах И неизменно добивались успеха В процессе медитации Все поддерживали того Кто высказывал определенные намерения Примерно в течение 15 минут Затем все заканчивалось Потом сформулировали дополнительное намерение Как бы для запечатывания данных в устройстве Мы взяли коробку, которая была завернута в фольгу Упаковали И отправили более чем за три тысячи километров В одну из наших лабораторий в Миннесоте Как только она дошла Ее положили в заземленную клетку Фарадея На следующий день мы проделали то же самое с другой коробкой Эксперимент продолжался Второе устройство достали из клетки Установили на расстоянии 15 сантиметров напротив первого И включили на время И все Спустя какое-то время мы поняли, что был еще один фактор Мы обнаружили Что использование этих устройств Которые мы назвали электрическими устройствами С данными намерений Каким-то образом Выводит пространство На более высокий уровень гармонии И возник новый феномен Таким образом устройство работало То есть нормальный показатель кислотности Поднялся на единицу В соответствии с заложенной информацией Или опустился Изменение кислотности на одну единицу Может привести к смерти Временительно к человеку, например Генератор случайных событий Это как электронное подбрасывание монетки Один из видов экспериментов С генератором случайных событий Проводился сотни раз за 4 десятилетия Начиная с 60-х годов Он воспроизводил только Последовательность случайных чисел Ноля и единицы Как с подбрасыванием монетки Просили кого-то нажать на кнопку И генератор выдавал 200 цифр Потом просили заставить генератор Выдать больше единиц, чем нолей Изучив литературу Все сотни проведенных экспериментов Можно задаться вопросом Имеет ли значение то Что люди пытались повлиять на исход В пользу нуля или единицы И конечный ответ Да, это имеет значение Намерение как-то связано с тем Что выдает генератор случайных чисел Если вы хотите получить больше единиц Он производит больше единиц Поэтому, когда в квантовой физике Говорят о совершенно произвольном И случайном процессе То не учитывают необычайный эффект Человеческой мысли Или человеческого намерения Многие люди смотрели по телевизору Суд над О. Джей Симпсоном Поскольку в зале суда разворачивалась настоящая драма Радин понял, что на заседаниях Концентрируются сильные намерения Он нанял группу психологов Для наблюдения за этой драмой В то же время Радин начал изучать Поведение генераторов случайных чисел И потом Радин обнаружил Что когда в зале суда Усиливалась концентрация намерений В это же время Отклонение от случайности У генераторов чисел Становилось чрезвычайно высоким Естественно, это приводит к вопросу Влияют ли люди на реальность видимого мира? Не сомневайтесь, влияют Каждый из нас воздействует на видимую реальность Даже если мы пытаемся спрятаться И разыгрываем из себя жертву Мы все равно делаем это Скажи, где ты? Ладно, хорошо, но скорее, прошу А то голова от этих моделей болит Десять минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша выставка в метро Прибыла из Японии От мистера Масаро Эмото Мистер Эмото Сильно заинтересовался Молекулярной структурой воды И тем, что на нее влияет Вода Самый восприимчивый Из четырех элементов Послание от воды Мистер Эмото предположил Что вода отреагирует И на нематериальное воздействие Он провел серию исследований Применив умственную стимуляцию И сфотографировал воду в микроскоп Для образцов Мы разлили по пять кубических сантиметров воды Пятьдесят чашек Петри Потом замораживали воду При температуре минус двадцать пять градусов В течение трех часов Потом взяли образцы И поставили их в холодильник С температурой минус пять градусов Там же были установлены Микроскоп и камера После этого сфотографировали Каждую каплю воды отдельно Сначала мы засняли воду В которой не содержалось Никакой информации Затем взяли воду с информацией И проделали то же самое Мы сделали фото до и после воздействия И сравнили разницу Когда мы спроецировали на воду Чувство любви и благодарности То получили самые красивые кристаллы Благодаря таким мгновениям Я понимаю, что в воде заключен мир Первый снимок Картина воды с плотины Фудживара А это изображение той же воды После благословления монаха Дзен-буддиста В следующей серии фотографий Мистер Эмото напечатал слова Которые он наклеил на бутылки С дистиллированной водой И оставил так на всю ночь Первая фотография Чистая дистиллированная вода Как она есть Следующие снимки, как видите, различаются Здесь Чи Или Энергия любви Теперь мы переходим К Спасибо Вы видите, здесь на бутылке Приклеено это слово Но вы и так знаете Если читаете по-японски Мистер Эмото говорит О мысли Или намерении Являющейся движущей силой Всего этого Науке неизвестно, как это на самом деле Влияет на молекулы воды Об этом знают только сами молекулы И это потрясающе Если вспомнить, что мы на 90% Состоим из воды Заставляют задуматься Правда Если мысли могут сделать такое с водой Представьте, что они творят с нами Один из интереснейших экспериментов С генератором случайных событий Произошел совершенно неожиданно Исследователи из Принстона Решили выяснить Можно ли повлиять на генератор После того, как он сработал Они изменили эксперимент Использовав вместо компьютера с экраном Аудиозапись, созданную на компьютере Они записали случайные щелчки В левом и правом динамиках Включили запись Так, чтобы ее никто не услышал То есть она уже была проиграна Вложили в сейф Потом дали проигранную запись Участнику эксперимента И сказали Забери домой Послушай и сделай так Чтобы в левом динамике Было больше щелчков, чем в правом Направь туда свое намерение Человек так и поступил Вернул запись И они ее снова воспроизвели Как и ту, что оставалась в сейфе Обнаружили, что записи одинаковы На обеих в левом динамике Больше щелчков, чем в правом Что же там произошло? Это ведь не было так, что участник воздействовал в тот же момент, когда слушал запись Его мысли и намерения как бы вернулись обратно в прошлое И повлияли на момент создания Большинство людей не влияет на реальность основательно и постоянно Поскольку не верят, что способны на это Независимо от того, как мы наблюдаем Мир вокруг нас То, что это отражает И причина, почему в моей жизни, к примеру, не хватает радости, счастья и полноты В том, что именно на этих вещах я не фокусируюсь Если мы жертвы, следует спросить себя Может, я мыслю как жертва? И если я постоянно сталкиваюсь с неудачами, несчастными случаями и трагедиями Возможно, это потому, что мое мышление настроено воспринимать жизнь подобным образом И поэтому так происходит Почему я не могу добиться успеха? В основном потому, что не умею фокусироваться В среднем человек теряет нить внимания каждые 6-10 секунд в минуту Когда вы желаете сосредоточиться на своем намерении Вы должны стать единым со своим разумом Поэтому древние оккультные практики Учили людей фокусироваться на пламени На пламени свечи, например Так вы учитесь направлять внимание в очень узкое русло Увеличивая тем самым интенсивность энергии Он состоит из слоев, так же, как и Вселенная От поверхностного до глубокого Если мы используем разум на поверхностном уровне обычной мысли То наша сила ограничена Мы вряд ли сможем переместить пылинку на поверхности стола без помощи рук Сознание может быть слабым Но на самом глубоком уровне сознание создает Вселенные Но мы всегда спрашиваем себя, не так ли? Когда хотим, чтобы у нас получалось исцелять людей Воскрешать мертвых Насыщать питью хлебами Мы постоянно задаемся вопросом Почему мы не можем этого сделать? Но мы никогда не задаем вопрос, на который бы не знали ответ И ответ звучит так Мы не можем, потому что не верим Мы обусловлены своими ежедневными заботами Состоящими из личных предпочтений, которые нас определяют У нас никогда нет времени беспокоиться о чем-либо Кроме собственных эмоциональных пристрастий Привет! Как съемка? Тухляк Твой босс звонил Он беспокоится о тебе Аманда, хочу сказать тебе спасибо, что позволила здесь не остаться Знаю, я иногда уж слишком И было трудно после Боба и всего этого Ты такая чудесная То есть, я тут устраивала беспорядок Конечно, я потом убираю, но все-таки это не твой стиль Иногда я думаю, ты делаешь меня более нормальной Я? Если я сделаю кого-то нормальным, пиши пропало В общем, я приготовила кое-что для тебя Подарок в благодарность Открывай Я перебрала твои фотографии и выбрала из них свои любимые Это заняло целую вечность Так много хороших Это Для всех прекрасных фотографий, которые еще будут У меня был странный день Спасибо 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 Зачем мы здесь? Если мысли могут сделать такое с водой Чьи любви? Представьте, что они творят с нами Из чего состоят мысли? Материальны ли они? Это сон, который я вижу Так же, как во сне, вы видите разных персонажей, которые появляются и говорят с вами Есть возможность перейти на другой уровень сна Где вы сами становитесь каждым из персонажей Путешествовать во времени вперед-назад Время относительно Назад в прошлое, обратно во времени И затем вперед в будущее Времени абсолютно Симметрия относительно обращения времени Разумеется, мы можем путешествовать во времени Совершенно неожиданно Квантовое поле существует Настоящий опыт Мы живем буквально в разных мирах Есть и макроскопический, и видимый мир Есть клеточный мир Мир наших атомов, атомных ядер Это абсолютно разные миры Имеющие свой язык, свою математику Они не просто меньше, они действительно отличаются и при этом взаимодействуют Ведь я есть мои атомы Но я есть и клетки собственного тела И я моя видимая физиология Все это правда Просто есть разные уровни правды Самый глубокий уровень правды, открытый учеными, это фундаментальная правда о единстве На самом глубоком, субъядерном уровне нашей реальности Вы и я в буквальном смысле одно целое Это постепенно привело к осознанию, что есть невидимая связь, соединяющая все Физики дали этому название, наименовали это сцепленностью По словам Эйнштейна, он не верил в истинность квантовой механики Потому что она требует сверхъестественных действий на расстоянии Так он сам выразился Он подразумевал, что когда мы воспринимаем структуру реальности нашими обычными чувствами Нам кажется, что два этих места находятся в пространстве Они разделены и никогда не сойдутся Но на самом деле это неправда На более глубоком уровне, который мы не видим вооруженным глазом Два места в пространстве есть одно Они совмещены и сосуществуют И если представить, что под здравым смыслом понимается то, с помощью чего чувство сообщает о мире Так вот, если мир устроен подобным образом, тогда наши душевные и мистические переживания не имеют смысла Поскольку суть этих переживаний и то странное, что в них есть, заключается в ощущении Вот та происходящее в вашей голове связана с чем-то в пространстве и времени Квантовая механика подтверждает такую точку зрения Воссоздавая нечто подобное этим странным переживаниям Меняется взгляд на то, как информация оказывается у вас в голове Не с помощью каких-то сигналов или сил Ваша голова в известной мере здесь, но и в то же время она как бы простирается сквозь пространство и время Так что если я способен на телепатию с кем-либо, это не потому, что я выпрыгиваю и беру у того человека информацию А потому, что на некотором глубинном уровне мой разум и разум другого совмещены Мы сцеплены на всё то время, пока общаемся телепатически Эти переживания так поразительны Я буквально могу читать ваши мысли Если у нас есть сцепление Такие вещи имеют место На расстоянии проводятся эксперименты, когда вы видите вспышки света И ваш потенциал головного мозга улавливает рисунок вспышек Это вызванный мозговой потенциал измеряется электроэнцефалографом, подключённым к мозгу Я сижу в другом месте, там никаких вспышек, я не могу видеть вас Однако мой мозговой потенциал связан с вами при помощи намерения Я намереваюсь напрямую связаться с вашими переживаниями Намерение даёт мне способность одновременно с вами получить такой же мозговой потенциал в своём мозгу Впервые это было сделано Хакоба Гинсбергом в Университете Мехико И теперь повторяется Питером Фенвиком в Лондоне День должен стать рассветом Началом новых великих размышлений Я просыпаюсь утром и сознательно творю свой день таким, каким хочу, чтобы он стал Иногда из-за того, что в уме я просчитываю вещи, которые мне нужно сделать Мне требуется немного успокоиться и сосредоточиться на том, как я намерен провести свой день Но есть ещё кое-что Когда я создаю свой день, откуда ни возьмись, возникают небольшие события, которые необъяснимы Я знаю, что они являются результатом планирования моего дня Чем чаще я так делаю, тем крепче выстраивается нейросеть в моём мозгу И то, что я допускаю вероятность этого, даёт мне силу и интенсивность повторить снова Все мы создаём наши собственные реальности Мы делаем это, поскольку мы наблюдатели Каждый из нас наблюдатель своей реальности И каждый из наших индивидуальных сознаний создаёт собственную неповторимую реальность Самым удивительным способом Мой сын Эвен, физик, говорит, что это аддитивность или сложение Я удерживаю одну реальность, а кто-то другую Ну, к примеру, завтра состоится суперкубок И реальность команды Орлы отличается от реальности команды Патриотов И только одна из реальностей будет реализована Здесь и аддитивность, и интерферационный узор Если мы будем придерживаться простого представления из квантовой физики Доступного для неспециалиста Что наблюдение — это прямое воздействие на мир То, я думаю, люди смогут начать практически заниматься освоением наблюдения Смотрите, субатомный мир реагирует на наши наблюдения Но в среднем человек теряет концентрацию внимания каждые 6-10 секунд в минуту Для продолжительного внимания остаётся не очень-то много Как же может получить большой отклик тот, кто не способен даже сконцентрироваться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели Возможно, мы не овладели мастерством наблюдения Может, нужно просто его освоить А может, мы настолько поглощены внешним миром, его раздражителями и реакцией на них Что мозг работает в режиме отклика, а не созидания Если мы получили правильные знания и понимания, а также надлежащую инструкцию То обязаны увидеть ощутимую отдачу своей жизни Когда вы приложите усилия, чтобы сесть и спроектировать новую жизнь И это станет для вас важным И каждый день вы будете подпитывать это, как садовник своей растения То получите плоды Мы управляем голографической установкой Мы взаимодействуем с ней Она универсальна Вы сможете создать всё, что вы образите И вы узнаете, что намерение заставляет вещи материализоваться Если вы достаточно осознаёте себя Субтитры создавал DimaTorzok